ММГ штык-нож для винтовки СВТ Клинок стальной, прямой, однолезвийный, с одним долом, боевой конец, двухлезвийный Рукоять образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком клинка, двумя захлепками Ножные здесь стальные, вороненные, со встанным подпружиненным устьем и двумя скобами для подвеса Подвес брезентовый, как видите, он немного уже за 70 лет-то подгнил Эти штыки выпускались вплоть до 1943 года Данным предмет на вооружение российской и зарубежной армии на данный момент не состоит Предмет имеет историко-культурную ценность и является историческим оружием, созданным более 50 лет назад 13 апреля 1940 года Комитет обороны принял постановление о принятии на вооружение Красной армии Модернизированного варианта самозарядной винтовки Токарева СВТ-38 Под наименованием 7-62 самозарядная винтовка системы Токарева Образца 1940 года, то есть СВТ-40 Изготовление такой винтовки и штыка к ней началось с июня 1940 года Основным отличием штыка к винтовке СВТ-40 от штыка к винтовке СВТ-38 является длина и ширина клинка У штыка СВТ-38 клинок был длиной 360 мм и шириной 28 мм Во время как у СВТ-40 клинок был длиной 240 мм и шириной 25 мм Штык выпускался как с воронением, так и с белым покрытием клинка Кроме того, штыки различались положением лезвия клинка относительно кольца Как видите, у нас изделие вороненое Вообще, по закону, такое изделие как штык-ножи до тех пор, пока не примкнуто к винтовке Ну, либо к автомату Смотря к чему этот штык идет Не считается холодным оружием А значит, никакие переделки здесь, ну, не обязательно Это хорошо сказывается на цене и аутентичности, и целостности изделия Обычно же, если изделие очень сильно напоминает нож Его все же необходимо каким-то образом ослаблять Как правило, просто берут и заменяют твердый металл, из которого изготавливается само лезвие На лезвие из более мягкого материала, из более мягкого металла Твердостью до 25 единиц по роквеллу Если существуют какие-то эксперты, которые смогут нас более подробно проконсультировать Пожалуйста, помогайте в комментариях Будет интересно послушать людей действительно в этом соображающих Но мне кажется, ничего вообще с этим клинком не делалось Могу ошибаться На такие мысли меня наводит наличие различных клеем Видимо, клинку уже много лет Плюс наличествует воронение То ли это завод такой добросовестный, что поворонил даже уже замененное лезвие Для того, чтобы оно было больше похоже и больше соответствовало своим внешним видам Либо все-таки лезвие здесь родное Но в любом случае, вещица очень любопытная, очень исторически ценная Осмелюсь порекомендовать данное изделие всем ценителям и коллекционерам старины В особенности оружия